Привет, друзья, с вами Ваймс, я продолжаю проходить АЗК AfterBoss, и я не знаю. Допустим, вроде у меня за него не пройдено все, все, что нужно пройти. Да, эммм, Войд у меня за него не пройден. Ну, посмотрим. Кайн хороший персонаж, у него немножко повышен ДПС стартовый. У него есть предмет, который повышает ему удачу. Вроде бы должен, но у меня единичка удача. Возможно, дефолтная удача 0, я не помню. Ну, в общем, да, повышает удачу и делает все таблетки положительными, неотрицательными, по крайней мере. Ну, или, по крайней мере, должен это делать. И также у меня со старта отмышка, которая тоже помогает. Отлично. Но всего два сердца. И всего один глаз, так что предметы, которые работают только на один глаз... Не всегда адекватно работают на меня. Ммм, бескрытка. Отлично. И также у меня один ключ со старта был вместо одной бомбы, но теперь у меня есть и одна бомба тоже. С этим я не очень хочу связываться, потому что тут нужна бомба плюс ключ, чтобы что-либо сделать. У меня, конечно, есть бомба плюс ключ. Но это как-то все-таки не то. Ладно. Эта фигня спавнит мух. Мухи наносят удвоенный урон моих выстрелов. Довольно неплохо. Это я понятия не имею, что делает. Замедляет мои выстрелы, замедляет мои выстрелы, но увеличивает их дальность. Ну, то есть в итоге... В итоге получается такая же дальность, просто они медленнее долетают. Не уверен, что в этом есть какой-то особый смысл. Но пусть будет. Окей. Лампочка. Она не работает вообще, когда у меня нет предмета. Не, я лучше оставлю отмычку. Отмычка позволяет мне открывать сундуки бесплатно. Это, по-моему, полезнее. О, камень это тоже полезнее. Повышение урона, повышение скорострельности, понижение скорости. При этом скорострельность и скорость... Там как-то странно работает, что оно не всегда сразу активируется. Ладно, пойду сразу к боссу. Я не думаю, что мне на этом уровне что-либо еще нужно. Ну, у меня уже очень хороший урон для этого этапа. Окей. Включая мух, которые тоже очень неплохо прибавляют урона. И у меня три сердца, что, в принципе, терпимо. Ладно. Поехали дальше. Жаль, секретка была такой бесполезной. Мне говорят еще искать секретки. Я вообще, не знаю, в оригинальном айзеке, который еще не реверс даже, там, да, там были хорошие секретки по большей части. Там у них никогда не было ничего плохого. И там у них всегда было что-то. И, как минимум, там было, не знаю, девять монет. Это была самая хреновая секретка. Сейчас в половине секреток вообще ничего нет. В других секретках... Ну, не, грид мог быть в оригинальном айзеке, в секретках. Ну, в общем, да, в половине секреток вообще ничего нет. Еще в половине враги. В третьей половине, я не знаю, откуда три половины, там, как какие-нибудь, не знаю, три монеты лежат. Или вот такие вот сундуки закрытые, до которых не доедешь. Как бы, в большинстве случаев я трачу бомбу зря и ничего за это не получаю. По крайней мере, ничего настолько же ценного, как и бомба. Ну, ладно. Нет, видимо, либо они поменяли этот эффект, либо они его еще раньше поменяли, я не помню. Но, видимо, таблетки у меня могут быть отрицательные. Возможно, это поменяли еще в, не знаю, в Торбез, или в Ребез, или еще когда-нибудь давно. А, еще один эффект есть у ноги, который позволяет мне выигрывать чаще, когда я... Когда я не выигрываю. Ну, в смысле, эти всякие автоматы. А, черт. Ну, почему он туда прыгнул, а не вверх, куда я думал? Ну, прощай, сделка с дьяволом. Мне будет тебя не хватать. Может быть, на следующем уровне. Монстру в мелкой комнате. Хреново. Что еще я могу сказать? А проблема мух в том, что они иногда тупят и не атакуют. То есть ДПС-то они неплохо прибавляют, но только когда они что-то полезное делают. Нет, надо же, сделка с дьяволом существует. И в ней даже полезные предметы. Я куплю оба. Сначала этот. Потом этот. Потому что этот в любом случае убирает мне все мои красные сердца. Абадон. Так что нет смысла тратить на него три сердца, когда можно потратить два сердца, а третье потратить на что-то более полезное. Унижать дальше скорость я не хочу. Все секретки. И бесполезная хрень. Но если я открыл секретки, есть немножко смысла пробежать, посмотреть. И они обе здесь. И я могу попасть в магазин. И я могу там купить даже что-то. Вау. Оказывается, полезные секретки все-таки существуют. И это офигенно, потому что теперь у меня не будет проклятий. И плюс одно сердце. И все, в принципе. Сердце я мог бы купить или ключ. Но я не думаю, что они мне прям так уж нужны. И это бессмысленно. Окей. Ран налаживается. У меня очень хороший ДПС. Ну, у меня... В принципе, да. Считаю, мух у меня очень хороший ДПС. Так, у меня в основном очень хороший дамаг за выстрел. Для этого этапа. Но не для конца игры. ДПС обычный. Но мухи этот ДПС неплохо так увеличивают. Плюс я навешиваю страх на врагов. Это иногда вредно. Но в большинстве случаев это все-таки помогает. Точнее, это не мешает в большинстве случаев. И нож, который я взял, он нарезает клюги вокруг меня. Блокирует выстрелы вражеские. И дамажит врагов довольно больно, если он их касается. Ммм, еще все секретки. Ладно. Хммм, касание Мидаса. Что-то с ним было интересное. Когда я касаюсь врагов, они превращаются в золото. И если я их убью, пока они... Это, во-первых, их станет. То есть они не могут двигаться, пока на них этот эффект. Но, во-вторых, если я их убью во время этого эффекта, то они дропают кучу монет. И, по-моему, я также касаюсь их, наношу им контактный урон, который равен моим деньгам. Или что-то подобное. То есть мне стоит копить много денег. И трогать врагов после этого. Так. Окей. Хочу ли я тратить бомбы и не тратить время? Да. Это быстрее и проще. И бомб у меня хватает. Я мог бы пододвинуть эти все... Ага. Я мог бы пододвинуть эти все... Сундуки к какой-нибудь бочке и взорвать ее. Это было бы выгоднее в том плане, что я бы не потратил деньги на это. Ух ты. Ух ты. Ух ты. Но это было бы долго. Как мне этот сундук теперь открыть? Неясно. Ну, минус сердце. Ну, минус пол сердца. Ну, плюс пол сердца, на самом деле. Но все же. Ладно. Сундук открылся и дал мне повышение денег. Предмет я нашел. Ну, и все тогда. Туз, который у меня в руке, он конвертит все предметы в комнате в сердца, по-моему. То есть, типа, все монеты, там вот эта вот всю хрень превращает в сердца. Окей. Это так себе. Удваивает выстрел, которые сквозь него пролетают, но это неудобно. Лапа Гаппи. Блин, у меня сердце не заполнено, это проблема. Я бы взял лапу Гаппи, если бы у меня было сердце заполнено. Но нет. Блин, с другой стороны, надо было ее взять. Потому что я бы ничего не потерял. У меня бы осталось одно мое не заполненное сердце, я бы его сконвертил в три. В три синих. Я бы потерял пару черных, то есть поменял бы их на синее. Ну, ладно, не важно. Да, вот в такой ситуации эта фигня полезна. Я применю эту штуку, чтобы все-таки заполнить свое сердце, чтобы потом я мог у дьявола что-то купить. В такой вот ситуации этот многомерный ребенок хорош, потому что, когда я вхожу в комнату и сразу стреляю, мои выстрелы сразу удваиваются. И это эффективно. Но если мне нужно стрелять не в кого-то, в кого я могу стрелять прямо от входа в комнату, то он довольно-таки бесполезен, потому что попадать в него довольно проблематично. И все такое. Окей. Палец. Не то, чтобы особенно полезно, но... Куда я... Почему оно вниз постоянно указывает? Почему я вниз постоянно? Странно. Ну, ладно. В общем, куда я стреляю, указывает этот палец и дамажит врагов на любом расстоянии и все такое. То есть это дополнительный урон, в принципе, но он довольно слабо дамажит. Не, серьезно. Это нормально, что он потом вниз поворачивается каждый раз? По-моему, он должен оставаться в том направлении, в котором я в прошлый раз атаковал или смотрел, или что-то подобное. Возможно, я что-то путаю. Или, возможно, что-то поменяли в игре. Тоже вариант. Окей. Это тринкет на шанс пробоя. Я потрачу один ключ, потому что я трачу один ключ, потому что сундуки я открываю бесплатно. И я зайду в магазин, потому что в магазине может быть что-то полезное. В данном случае, ну, кубик. Он позволит мне зареролить один предмет. Наверное, есть смысл его купить за пять. И оставить на сделку с дьяволом или еще куда-нибудь. До 6 плюс, до 20. Реролит все предметы в игре. Ну, в смысле, не в игре, а в комнате. Все полноценные предметы. То есть, которые... Предметы в комнате с предметом. После победы над боссом и все такое. И также реролит... Всякие мелкие предметы. Ключи. Бомбы. Подобные вещи. Все, что есть в комнате. То есть, я могу превратить эту бомбу во что-нибудь другое. Но это бессмысленно. Ау. Ладно. Как-то он очень ненадолго усовывается. Почему здесь грибы? Чувак, почему у тебя в комнате грибы? Готов. Учитывая, что у меня касание Мидоса, я, наверное, возьму эту хрень. Получу немножко денег дополнительных. Как бы... Рерол я на нее тратить не хочу, потому что я хочу потратить его на дьявол. На дьявол или на какой-нибудь более бесполезный предмет, который я не могу подобрать. Это немножко не то. Это мне не помогает просто. Ну, хотя... Не знаю. Наверное, если это мне не помогает, то это то же самое, что я не могу подобрать предмет. Но, с другой стороны, это боссовский предмет. И я бы предпочел реролить предметы дьявола и предметы из комнаты с предметом. Потому что там они немножко ценнее бывают. Не всегда. Но бывают. То есть, боссовские, они все примерно... Большая их часть, скажем так, примерно одинаковы по ценности. Там нет ничего суперкрутого. Там нет ничего такого, что мне навредит. Почти нет. А в то время как предметы дьявола и предметы из комнаты с предметом, там бывают офигенные вещи. И бывают вещи, которые мне просто... Нельзя подбирать. А, он меня притягивает. Ну, уже нет. Окей. Так. Почему тут настолько разные пауки везде? И особенно, почему верхний это лазерный. Его слегка загораживается вот эта вот менюшка с очками и временем. Так что я увидел правого. Увидел, что он не лазерный. Подумал, что верхний тоже не лазерный. И я смогу вернуться от него. Но нет. Ну, ладно. Неважно. М, палец позволяет мне дамажить рыцарей. Это неплохо. Ну, страх тоже позволяет мне дамажить рыцарей. Пара ключей. Пара секреток. Ну, или одна, по крайней мере. И босс. Босс. Это уже... Нет, это первая голубина. Так что можно сразу зайти к боссу. Получить мою сделку с дьяволом, скорее всего. Зараролить ее. И пойти уже дальше. Смотреть, что еще. Я могу найти где-нибудь. Черт. Слишком рано побежал. Как-то он много наспавнил. Всякой ереси. Ну, вот. И взял, развернулся. Но она хотя бы... Хотя бы мелкого червя это убила. Ммм, я копилка, кстати. Так что, когда я получаю урон, я дропаю деньги. Ладно. Гиш. Окей. Страх на таких боссах напрягает. Потому что они прыгают не туда, куда я думаю. Потому что, когда у меня нет страха, они... Когда у них нет страха, наверное. Они прыгают на меня. Когда на них висит этот эффект, то они прыгают на месте. И в большинстве случаев, когда он прыгает на меня, достаточно удобно убегать туда, где он был. Просто поменяться с ним местами. Но если на нем страх, который на него навесился последним попаданием, и я не успел заметить, что на нем вообще страх. То... Проблемы. Ммм. Пентаграмма и Эмпти Весел. Хо. Наверное, так. Пару сердец, полет. Когда у меня нет сердец. Когда у меня нет красных сердец и пентаграмма, я тоже куплю. Я потеряю немножко жизни на этом, но я получу прибавку урона хорошую, и вообще все хорошо. И дайс шард я применю здесь, получу бесполезную ложку. Но все-таки, не знаю, я только что говорил, что не хочу применять дайс шард на боссах, но миньоны я тоже не хочу брать. Ну, теперь я летаю. И имею офигенную скорость, офигенный урон. И все такое. Но надо все еще найти предмет. И вторую секретку. Наверное, тоже неплохо. Ну, хотя бы это бомбы. И можно этих чуваков взорвать, наверное. Это мне дало очень немного денег. Ну, что поделать? Ящик, который... Да. Или, стоп. Какой это ящик? Я не уверен, что он делает. Ладно. Учитывая, сколько у меня денег... Ммм... Так. А, неуязвимость от МТВеса. Он иногда ее включает, видимо. Учитывая, сколько у меня денег стоит сюда зайти. Но я не хочу брать ничего, что здесь продается. PHD, конечно, сделает все таблетки положительными. Это хорошо. Но это не критично. Что там еще было? Тоже не критично. Я забыл о том, что там еще было, как только вышел из комнаты. Бывает. Ладно. Мне бы теперь скорострельность разогнать. Или еще лучше какой-нибудь множитель урона получить, чтобы совсем дамажить. Ну, не. Еще лучше и то, и другое. Но все же. Также неуязвимость от МТВеса во время от времени, это, конечно, хорошо, но... А, он триньки-то дропает. Нет. Но я бы предпочел еще какую-нибудь неуязвимость, которую я могу включить или выключить. Ну, точнее, включить. Потому что касание Мидоса с этим должно быть полезно. Если оно действительно так работает, как я думаю и не ошибаюсь. Тогда у меня получается 63 контактного урона. Что ваншотит большую часть врагов. Просто мне бы неуязвимость, чтобы я при этом не получал урон. И было бы вообще хорошо. Окей. Это дает иногда карту или что-то такое. Не очень важно. Это все мне не нужно. Активного предмета у меня нет. Банка с мухами тоже не очень полезна. И это мне тем более не нужно. Это, конечно, активный предмет, но это активный предмет, который дает рандомный эффект. Просто неинтересно. Как бы я могу его подобрать и таскать с собой. Но я никогда не буду его применять. Потому что там есть некоторые эффекты, которые меня дамажат или что-нибудь подобное делают. Угу. Да. 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 И да. От того, что я касаюсь мидосом врагов, я получаю еще больше денег. И мой урон еще дальше увеличивается. Офигенно. Но нужна неуязвимость. Это немножко не то. Хотя деньги, это всегда хорошо. Плюс у меня еще нож есть, который тоже дамажит врагов вблизи. Так что неуязвимостью я вообще буду офигенный урон наносить. Черт. Повышение жизни. Жаль, она не заполненная. Ну, наверное, я его применю. МТВС все еще работает, потому что у меня не заполнено сердце. То есть считается, что у меня нет ни одного красного сердца. Как только я его заполню, у меня полет пропадет и все такое. Но я это сделаю перед тем, как идти к боссу. И буду надеяться, что я все-таки получу сделку с дьяволом. Окей, наркоман на шипы зашел. Буду надеяться, что я получу сделку с дьяволом. И что смогу потратить это сердце сразу же. Ну, вот оно и сердце. Ладно. Да, я теперь не ели. Я наркоман. Хотя не, все правильно. Но я наркоман все равно. Я забыл, что это этот босс. И зашел к нему, не обращая внимания на то, что, типа, там, может быть, я что-то еще хочу подобрать на этом уровне. Или что-нибудь подобное сделать. Но я уже все подобрал на этом уровне. Но все же. Я почти попадаю на босс раш. Или даже вообще попадаю, если я быстро убью босса. Но, скорее всего, я не успею немного. Ну, или успею, но не получу сделку с дьяволом. Тоже вариант. Холороид. Он полезнее. Что здесь я просто гляну? Эпикак. Хорошая штука, конечно, но недостаточно хорошая, чтобы тратить на это, там, 15 минут, которые уйдут на то, чтобы зачистить этот босс раш. К тому же, я себя буду им убивать часто. К тому же, у меня нормальный ДПС и так. Уже просто нормальный, а не офигенный. Но все же. Наверное, я примю солнце здесь. Чтобы знать, куда идти. Можно было бы на следующем уровне это сделать. Или просто дождаться какой-нибудь сложной комнаты, потому что солнце все-таки наносит кучу урона. Ну, не знаю. А, нет. Ладно. Я буду страдать в ближайшую минуту или полторы, или сколько она там работает. Это не то? Куда же ты? Удвоение сердец. Это не очень полезно для меня. Это не проблема. Тут что-нибудь есть? Нет. И тратить сердце на это я не очень хочу. Две таблетки я тоже подбирать не очень хочу. Окей. Ну, по крайней мере, это легкий босс. Это не значит, что я не получу урона. Но это легкий босс. Это не какой-нибудь там блоут. Или конквест. Или еще что-то подобное. Ну, видимо, я все-таки не получу урона. Сделка с дьяволом. Да. И повышение скорости. Но все равно с ним делать нечего. Так что я возьму. Сделка с дьяволом. Это крампус, естественно. Кто бы мог подумать. Но я могу превратить его в золото и расстрелять. И у меня появится активный предмет. Ура. Это не сделка с дьяволом. Так что я не потрачу сердце. Так что все хреново. Но что поделать. Ну, может, здесь получу. Все еще у меня 40% шанс есть. Возможно, я смогу его чуть-чуть повысить. Окей. Почему они висят на месте? Странно как-то. А, черт. Ну, это его убило хотя бы. И тропнуло кучу денег. 97 контактного урона. Офигенно. У меня еще и полное сердце. Так что поворотить не работает. Вообще ужасно. Ну, ок. Допустим. Теперь мне найти какое-нибудь понижение жизни. В виде сердца. Было бы хорошо. Но, с другой стороны, понижение жизни сейчас работает как повышение жизни. Потому что у меня всего одно сердце и все такое. Так что, на самом деле, это было бы не хорошо. А никак. Тэп. Вижу эти лазеры. И шипы, которые только что убрались же. Какого хрена? Ок. 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 Допустим По-моему, я за этот уровень Больше урона получил от шипов, чем от врагов Хотя, возможно, только что Только что эти часы сравнялись Это все потому, что дьявол не заспоунился, когда должен был А заспоунился какой-то крампус тупой Иди нафиг отсюда Тебя сюда не звали, Пип Это не то, что мне нужно Ладно Глава крампуса еще и дамаг наносит Как-то вообще никак Почему-то И никакой сделки с дьяволом Но я могу пойти сразу в воид, видимо Наверное, это хороший вариант Я бы, конечно, получил пару предметов Если бы я пошел не в воид, а в К хашу Но также я бы потерял кучу сердец на самого хаша С другой стороны, делириум должен быть довольно простым Потому что он может быть только... А хотя... нет Он может быть только теми боссами, которых я встретил в этом ранее И большая часть боссов, которых я встретил в этом ранее довольно простые Но Фолден и Крампус Это немножко опасно И странные враги, которые телепорты прямо передо мной и стреляют Сразу же тоже... тоже немного опасно Окей Идеально Немного сердец Ну и бесконечные ключи Так что могу и пооткрывать все А... нет То есть я подобрать-то могу Оно поменяет все... Все карты на таблетке Но смысла в этом как-то особо я не вижу Хороших таблеток вроде бы в этом ранее почти не было Только всякие повышения... Точнее понижение скорости Повышение жизни было Которое возможно было понижением жизни на самом деле Или нет? Не... Не уверен Возможно Какая ужасная комната Зачем она существует? Ура Больше неуязвимости при получении урона Наверное это полезнее чем... Чем отмычка Учитывая что у меня бесконечные ключи на этот уровень И это последний уровень Если бы у меня не было этого сраного красного сердца одного То... Это было бы немножко полезнее Точнее это... Это не было бы немножко полезнее Потому что у меня был повароид Который делает то же самое только эффективнее Но все же Почему бы не взять еще и бесконечные бомбы? Жаль золотое сердце Это не бесконечные сердца На уровень А всего лишь деньги дополнительные Он меня задамажит на синее сразу сердце Правильно? Да Как я его ненавижу Позорвись Почему он не может половинку красного снять И половинку синего Или что-нибудь такое? Окей Босса я еще ни одного не нашел на этом уровне Это как-то вообще печально Допустим Ну это не сложная вроде комната Хотя страх напрягает Потому что враги улетают обратно куда-то Куда-то, где я не могу их дамажить Зарву-ка я все вот это Понятно Секретки Пойду прибегу по предыдущим комнатам Поищу секретки Потому что они могут быть чем-то хорошим Наверное Если бы они существовали еще Было бы вообще хорошо Но что-то их как-то нет Нигде Тут тоже нет Тут тоже нет Класс Умри Это не очень полезно Хотя, хотя, хотя Может что-нибудь и дробнится полезно Надо в большой комнате Ну, хотя большая комната Она на самом деле небольшая Потому что у них слишком много Отсутствия Земли Бомбы бесконечные Так что я взрываю все Вдруг волшебный гриб Он немножко улучшит ситуацию Но нет Ну, умирать ты собираешься Ладно, эта комната сойдет Вау Вау Так, почему столько золота? Как палец в этом офигенен, кстати Сейчас бы До 20 Не уверен откуда Столько золота Но реально Сейчас бы 20 Ладно, поеду пока что Отсюда Ничего полезного Там так и не выпало Но все же Не, ну конечно Пара тысяч денег Это полезно Жаль, я их вынести С собой не могу Насколько касание Мидоса было бы Читовством Если бы деньги Стакались до бесконечности А не до 99 Типа коснулся противника Нанес ему 6000 урона Ваншотного Любого босса Окей Там секретка была Это очень полезно Ладно Что здесь Гейт Как-то Я не знаю даже Почему Сраная голова Крампуса Так слабо дамажит Она же когда-то Была дамаговой Нет? Ее понерфили? Или Или я что-то делаю Не так Это очень полезно Окей Что здесь хотя бы? Император Телепорт к боссу К какому из На этом уровне Много боссов Я не уверен Что она делает Либо повышает Дроп белых сердец Да Белых или синих сердец Либо Повышает шанс Комната с ангелом Вместо делки с дьяволом Или просто шанс Комната с ангелом Или еще что-то такое В общем Скорее всего Это мне не помогает Дайте до 20 Окей Окей Отличная комната И отличная комната Продолжение следует... Отличной комнаты Отличной комнате Комната с ангелом Трик Отличная комната Алена Комната с ангелом Отличная комната И TI В общем Что в итоге Если у меня есть Какая-нибудь там Какой-нибудь Эмптивесел Или еще что-то Что дает мне бонусы Когда у меня нет Красных сердец Или мало красных сердец Никогда просто Не подбирать ничего Что повышает Мои красные сердца Ни при каких обстоятельствах Потому что по крайней мере Если бы у меня Была активная эмптивеса Я бы не получил Кучу урона Которая от шипов Вот прочие подобные хрени Потому что полет Во-вторых У меня был бы Поворот активен Так что я мог бы Выживать намного лучше Я мог бы дамажить Намного лучше Потому что если уж Я получил урон Я могу просто Подойти к противнику Коснуться его Отличная бомба И ваншотнуть его Мидосом Ну или задамажить Сильно если это Какой-нибудь босс А так нифига Так у меня ни того Ни другого нет Я просто умираю Отлично Какой хороший сундук Идите нафиг Хоть бы Блин Черное сердце Дропнулась с этого Или предмет Какой-нибудь Или хоть что-нибудь Полезное Но нет Неуземость Ну этого Не хватит Чтобы убить Дилериума Если он там А он скорее всего там Потому что это Хотя кстати Показывается ли его Комната как большая Когда я До того как я в нее Войду Потому что если Да То это Обычный босс Здесь Да Как-то так Но это не помогает Вообще не помогает Где-то была таблетка Вроде бы Ее наверное Поменял на карточку Так что может быть За ней стоит попытаться Сходить А или так Или зайти На шипы И умереть Потому что они Сразу перед входом Идеально Ну в общем В любом случае Я бы не убил Дилериума Никак вообще С одним сердцем Сердца тут Дропаться отказываются Так что Просто меня убило То что я Использил Таблетку повышения жизни И все Ну ладно Я надеюсь вам понравилось Это видео Спасибо за просмотр С вами был Ваймс Пока